Всем привет, меня зовут Антон и в данном видео я вам расскажу, как сложилась судьба участниц шоу Пацанки после того, как они покинули это реальти шоу. Ну что, поехали! В декабре 2022 года завершился седьмой сезон шоу Пацанки. Победительница этого сезона стала Кира Медведева из Нижнего Новгорода. За время съемок девушка действительно изменилась. Стала более женственной, начала вести здоровый образ жизни и самое главное наладила свои отношения с матерью. Как рассказала Кира Медведева в одном из интервью, она совершенно не ожидала, что наставники выберут именно ее в качестве победительницы. Так как на протяжении всего проекта она очень переживала, что может покинуть его до прохождения всех испытаний. Для нее было очень важно извлечь максимум пользы, а золотой броши девушка думала в последнюю очередь. По словам Медведева, она сдержала свое слово и часть денежного приза потратила на помощь бабушке и дедушке, закрыв их долги по квартире. В частности, она публиковала видео, где дарит пакеты с подарками своим родственникам. Также победительница купила им диван, который выбирала вместе с дядей. Близкие Киры были рады, что по завершению участия в шоу девушка отказалась возвращаться к прежнему образу жизни, так как на протяжении четырех лет она употребляла наркотики, но это осталось в прошлой жизни. В детстве Киры ее воспитанием занимались дедушка и бабушка, а маме было некогда. Как она говорила своей дочери, она занята поисками нового папы. Девушка с 12 лет живет без родителей. Она ушла от матери, которая часто прибегала к абьюзу и рукоприкладству. Кира рассказала о своих нынешних отношениях с матерью, от которой она страдалась в детстве. Как выяснилось, родственницы сейчас общаются. И я поняла, что ее либо принять такой, какая она есть, либо в целом просто не общаться, ведь она уже не поменяется. Со слов Медведевой, после проекта она поняла смысл фразы – любить родителей лучше на расстоянии. Поэтому простила маму, приняла ее такой, какая она есть. Также победительница проекта «Пацанки» рассказала о депрессии, которая у нее случилась после проекта, из-за того, что все закончилось. По ее словам, за четыре месяца съемок она привыкла к постоянному вниманию и камерам. А тут одним днем все закончилось. Выдали телефон и сказали, иди стартуй в новую жизнь. А ты уже отвык так жить, пожаловалась Кира. Кроме того, Кира Медведева отметила, что когда после съемок она вернулась в родной Нижний Новгород, она столкнулась с тем, что там ее все узнают, что доставляло ей массу неудобств, поскольку она не понимала, что делать с этой известностью. И тогда она приняла решение переехать в Москву, ведь там всегда можно затеряться в толпе. Жизнь Киры полностью поменялась после проекта. Девушка как будто заново родилась, и поэтому предыдущие годы своей жизни не помнит, ведь сейчас она иначе смотрит на мир. В настоящее время девушка ведет свой блог на YouTube. Еще Кира Медведева дебютировала на телеэкранах в качестве актрисы. В 2023 году вышел финальный сезон сериала «Новенькие», где ей досталась одна из ключевых ролей. Медведева рассказала, что сыграла девушку судьбой, очень похожей на свою. Амина родом из Дагестана. Она выросла без отца, и поэтому всю жизнь девушке не хватало отцовской любви. Отец скончался незадолго до ее рождения, а вот со стороны матери она постоянно подвергалась избиениям, о чем рассказала, будучи на телепроекте. Чтобы защититься от ударов, наносимых ее матерью, девушка одевала на себя максимальное количество одежды, для того, чтобы смягчить силу ударов. Из-за стресса у Амины случился гормональный сбой, и она начала набирать вес. Это стало причиной насмешек и изделок со стороны одноклассников. Чтобы привести себя в порядок и научиться давать отпор, она начала заниматься спортом. Благодаря упорной работе на этом поприще, она стала трюкратной обладательницей чемпионского титула под зюдо. На реальти-шоу поначалу с Аминой никто не общался, из-за этого у нее был стресс, и она не могла есть. В итоге за время съемок ей удалось похудеть на 12 килограмм. Как вспоминает Амина, она ела суп-пюре из брокколи, моркови и всяких непонятных овощей, названия которых она раньше даже не слышала. Девушка дружит с победительницей третьего сезона Анной Гороховой, а вот на личном фронте у нее тишина. Девушке удалось наладить отношения с семьей. Родные гордятся прогрессом Амины, а мама с сестрой просто в восторге. Главное, что хотела девушка, чтобы родные увидели не только внешние изменения, но и внутренние. Если обычно у участниц реальти-шоу «Пацанки. Трагедия» случается до попадания в проект, то у Юлии Михайловой по прозвищу «Платок» произошло все ровно наоборот. Девушка родом из Челябинска и получила свое прозвище за ношение платка в знак протеста, отрицая свою женственность. Дело в том, что для участия в шоу Юлия рассказала о трагедиях, которые произошли у нее в жизни. Сестра заставляла заниматься ее проституцией, собственную мать обвинила в деспотизме, а деда в сексуальных домогательствах. Конечно же, после такой истории, рассказанной на кастинге, она попала в реальти-шоу «Пацанки». Но есть одно «но». Это все оказалось ложью. Со временем преподаватели засомневались в правдивости слов Юлии и устроили ей проверку на полиграфе, после чего все подтвердилось. История о пережитом в детстве насилии и работе в секс-индустрии оказались выдуманными. Все, что она хотела добиться своим враньем, это попасть в шоу и получить популярность. Собственно, это у нее и получилось. Отношение других участниц или шоу, конечно же, изменилось. Некогда ночевшая платок и вызывающее сочувствие девушка стала изгоем, столкнувшись с обвинениями, что она заняла место той, которой действительно нужна была помощь проекта. Михайлова покинула проект в 13-м выпуске, перед уходом попросив прощения у преподавателей и других участниц за свой обман. После вылета из шоу, вместо желаемой популярности, Юлия получила осуждение и критику. И как следствие, ее затравили в социальных сетях. 19 августа 2023 года в жизни родных Юлии случилась настоящая и невыдуманная трагедия. Девушка погибла в Рязани. Причиной смерти стало падение с высоты 22-этажного дома. Юлия была известна как любительница экстремальных фотосессий на балконах. Она увлекалась экстримом и любила проводить время на крышах, как рассказала подруга Юлии. За час до ее смерти она получила от нее СМС, где было всего два слова «Я устала». Как рассказала коллега по проекту Диана, у погибшей были серьезные проблемы с алкоголем. Следственный отдел города Рязани ведет проверку обстоятельств происшествия. Ангелина Новоселова не смогла справиться с травмами детства и юности, и поэтому Ангелина пришла на реальти-шоу «Пацанки», чтобы наконец-то выйти из круга бесконечных страданий и проблем, навалившихся на нее. Девушка мечтала подарить сыну хорошее будущее и обрести новые цели. На проекте Ангелина Новоселова рассказала, что родная мать ее бросила, когда той было всего три месяца, и ее воспитанием занимались дедушка и бабушка. Но когда дед умер, ее отдали в приемную семью, но на этом трагедии в ее жизни не закончились. В 15 лет она стала жертвой группового изнасилования. После этого девушка начала заглушать свою боль запрещенными веществами и алкоголем. В 18 лет она вышла замуж, родила ребенка, но в браке пробыла недолго. Муж изменил Ангелине с ее подругой. После расставания экс-супруг забрал сына к себе, считая бывшую жену неадекватной и социально опасной для ребенка. В итоге багаж этих проблем привел девушку к эскорту. В одном из интервью Ангелина рассказала, что изначально пришла на проект за хайпом. Рассчитывала, что медийность поможет ей забрать сына и решить финансовые проблемы. Многие думали, что хайп стоит на первом месте, нежели сын, и в этом они глубоко ошибались. Поскольку в течение всего шоу участница из Екатеринбурга активно боролась с зависимостями и пороками. Также девушка была максимально правдивой на проекте, и несмотря на выбывание, Новоселова продолжила свое саморазвитие. Ангелина благодарна шоу пацанке, что смогла пройти этот путь, что многому ее научили. Поэтому девушка совсем не жалеет, что рассказала о себе на всю страну. Ангелина Новоселова поняла, что она не такой плохой человек, как о себе думала до проекта. Сейчас девушка не курит и завязала с наркотиками, но она может позволить себе выпить, но в пределах разумного. Более того, она посмотрела на себя с другой стороны, начала больше ценить, уважать и любить. Ангелина активно рассказывает и показывает о своей жизни на своем канале в Телеграме. Также девушка снимает обзоры на свои покупки. Друзья, и напоследок хочу вас узнать, а вам нравится шоу пацанки? Напишите свое мнение в комментариях под этим видео. И если нравится, напишите также, какой ваш сезон любимый. Мне будет интересно ознакомиться с вашим мнением. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, где дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Скоро увидимся!